Насколько красив или уродлив был Тутанхамон, как пассажиры коротают время в полете в зависимости от национальности, и что на этот раз отрезал себе российский художник. Об этом и не только в нашем обзоре. Российский художник Петр Павленский снова шокировал публику. На этот раз он отрезал себе мочку уха. Раздевшись до гола, Павленский взобрался на крышу Института психиатрии имени Сербского с огромным кухонным ножом. И там совершил перформанс. Так художник протестовал против использования психиатрии в политических целях. Кстати, именно в Институте Сербского проходит экспертизу украинская летчица Надежда Савченко. Египетский фараон Тутанхамон был, мягко говоря, непривлекательным молодым человеком. Его внешность смоделировали британские ученые, проведя так называемую виртуальную аутопсию. Что у них получилось, можно увидеть на этой фотографии. У фараона была женская фигура, узкие плечи и широкие бедра. Левая нога искривлена в районе лодыжки, из-за чего, скорее всего, он передвигался с палочкой. Плюс неправильный прикус. По мнению ученых, Тутанхамон страдал целым букетом серьезных генетических заболеваний. Два года тюрьмой за напечатанный на 3D принтере пистолет. К такому наказанию японский суд приговорил научного сотрудника из города Йокогама. Йошимото Имура не только сам изготовил несколько единиц оружия при помощи принтера, но и разместил в интернете подробную инструкцию по сборке пистолета. На суде заявил, он не понимал, что его действия опасны и уголовно наказуемы. Но суд решил не смягчать наказание. Ножи, шокеры, лезвия, пневматические пистолеты несут на занятия американские школьники. Только за год и только в Нью-Йорке полиция изъяла у учеников более тысячи единиц оружия. Большинство детей не прошли проверку на металлодетекторах, которые установлены во всех школах Нью-Йорка. Но некоторые ухитрялись обойти и рамки. Все пойманные на горячем школьнике уверяли, они не планировали ничего дурного, а носят оружие в школу из соображений безопасности. Забил гол и умер. Питер Биаксангзуала, игрок индийской футбольной команды, забил победный мяч в ворота соперников и на радостях решил сделать сальто. Но неудачно приземлился, сильно повредив позвоночник и спинной мозг. Матч остановили, спортсмена прямо с поля вывезли в больницу. Несколько дней он находился в реанимации, но спасти жизнь футболиста врачам не удалось. Чем любят заниматься во время полетов представители разных национальностей, выяснили социологи. Они опросили путешественников из десятка стран и вот результат. Австралийцы признали, что любят выпить на борту, китайцы поспать. Американцы во время полета работают, а британцы и немцы болтают с незнакомыми попутчиками. Жители стран бывшего СССР в опросе не участвовали.